Вы знаете, конечно, постскриптум я анализировал то, что произошло, и до сих пор анализирую. Вы понимаете, вдруг все происходит как умновение волшебной палочки. Я занимался целительством, но для того, чтобы все рассказать или как бы подвести к этому, я должен углубиться в очень далекую ретроспективу. Просто времени у нас нет, и не будем сейчас об этом говорить. Но, вы понимаете, это было время колоссального слома в социальном мышлении, столкновение политическое, рушилось государство. То самое политбюро, которое было незыблемым многие десятилетия, вдруг начало шататься. Понимаете, начались такие брожения в голове у людей. Это не значит, что у кого-то было, у кого-то... Вот страна начала, пришла в движение, и появилось понятие демократия. Слово такое. Что такое? Что за демократия? С чем ее едят? Ну, сформулировать могли и многие, но внутри этого понятия не существовало. И вот тогда должно было произойти что-то такое, что показало бы людям, что можно общаться не по указанию партии, не руководствуясь призывами к празднику, который публиковала газета «Правда» и остальные. А когда можно по-человечески общаться, предлагая что-то доброе друг другу. Понимаете, что могло бы изменить сознание людей, прежде всего сознание. И тогда, когда судьба или Господь хочет сделать что-то, то, что он считает нужным, он выстраивает все таким образом, что все само складывается. И вот тогда были там две передачи, которые мы сделали с покойником Володей Славьевым, где я провел один сеанс, и он вызвал колоссальный отклик. Потом вмешался заместитель, председатель гостелерадио. Мы с ним были в очень хороших, добрых отношениях, тоже покойник ныне. Который пригласил, говорит, что такое, что произошло? Страна встала на дыбы и пишут, 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 требуют тебя. Я ему рассказал. Он говорит, ну да давай сделаем эти сеансы. Я спускаюсь, там, несколькими этажами ниже, уже готова камера, записываем эти сеансы, они на следующее утро идут в эфир. Понимаете? И никто не понимал, что мы начинаем. Что начинается? Ведь я не говорил. Ну, преамбула какая-то была. Я не давал никаких указаний. Я никого ничего не заставлял. Хочешь, приходи, получай. Понимаете, это было настолько необычно. И не столько абсолютно не укладывалось в эту колею тоталитарной системы. Вот эта форма взаимодействия, общения. Но самое-то главное, что пошли результаты фантастические. Люди начали выздоравливать. Миллионы людей. Потом были проведены исследования. Не мной. Абсолютно независимыми экспертами. Так вот эти сеансы помогли по медицинским показаниям порядка 150-160 миллионам человек по медицинским показаниям. Они запустили огромные исследования. Свойства воды. И я их проводил. И в Японии их проводили. И во многих странах мира. Понимаете, это сломало пустые такие, знаете, стыросовые. Этого быть не может, потому что не может быть никогда. Люди начали мыслить по-другому. Они вдруг поняли, что общение может быть другим. Что люди взаимодействуют. Мы не разделены. Ну, я могу говорить сейчас. Никакой программы нашей не хватит об этом. Важно одно. Что эти сеансы изменили огромное количество людей. Они им открыли их же самих для себя совершенно другой стороны. Люди заглянули в себе вовнутрь. И увидели, что они не такие злые. Не такие жадные. Не такие мерзкие, как они внешне проявляли. Что они очень чувствительные. Очень легко ранимые. У них много добра. Любви. Много очень хорошего. И это, конечно, изменило огромное количество людей. Можно ли было делать что-то по-другому? Да нет, конечно. Потому что, если бы это я придумывал, я придумал такое, вот я буду там сеансы проводить, все было бы по-другому и плохо. Это было, понимаете, промысел божий. А там все идеально. Это было бы по-другому. Это было бы по-другому. Спасибо. Продолжение следует...